Гейдар Алиев. Я родился мусульманином и жил как мусульманин. В средствах массовой информации была выставлена фотография миниатюрного экземпляра Корана, хранимая ныне в музее Гейдара Алиева города Нахчеван. Эта книжечка примечательна тем, что ее всегда с собой, в кармане пиджака носил Гейдар Алиев. Вовсе не случайно привязанность Гейдара Алиева к религии, придание им важности исламским ценностям. Если народ не чтит религиозные, свои моральные ценности, то он обречен на исчезновение, и это прекрасно знал Гейдар Алиев. Вот отрывки, цитаты из его речи в мечети Тезяпир на церемонии, посвященной третьей годовщине Ходжалинского генотида. Мы сами должны защищать себя, свою независимость, идя путем предначертанным нам Аллахом. Мы должны открыть свой путь и двигаться вперед этим путем. В другом месте речи Гейдара Алиева читаем «Путь, на который мы вступили, это путь верности нашим нравственным ценностям, традициям, религии, языку, истории. Насколько мы будем верны всему этому, настолько мы сможем осознать причину сегодняшнего тяжелого положения, будем помогать друг другу, поддерживать друг друга и сможем дать отпор армянским оккупантам». Летом 1994 года Гейдар Алиев, первый из азербайджанских руководителей, совершил хадж в Мекку, оставив памятную надпись в книге почетных гостей в месте погребения пророка Мухаммада в мечети Медины. В той же мечети после паломничества святые города Мекка и Медину Гейдар Алиев делился своими впечатлениями. «Я пережил там самые возвышенные чувства своей жизни. Моя душа возрадовалась, мой дух воспрянул, потому что я родился мусульман, ставших пшахидами во имя справедливости, истины, земли, родины. Мы преклоняем голову перед памятью убитого имама Гусейна и его соратников. Я уверен, что наш народ всегда будет верен своим традициям, обычаям, религиям, идеям». В другое разномероприятие по случаю возвращения паломников из хаджа Гейдар Алиев призывал прилагать усилия к очищению, возвышению, укреплению народа с точки зрения духовности. «И поэтому чистые по духу люди, те, кто служат религии, должны осознать то, насколько прекрасным даром для каждого человека, каждой личностью является исламская религия, должны призвать людей к духовной чистоте и добиться этой цели». Гейдар Алиев отметил, что, возвращаясь из года в год к нашим духовным ценностям, традициям, мы сможем достичь этого в нашей стране, в нашем обществе. Продолжение следует...